смотрим что у нас здесь ремешок стоит такой интересный такой прям толстенький как давайте мы сразу демонтируем барабан железный вот это вот скоба она сверху разбирается это хорошо вот это у нас скорее всего термодатчик это наверное я еще не разобрался что это у нас мотор такой как-то не так как в Зануфе все немножко по-другому успокоители другие ТЭН слюной двигатель в принципе в общих чертах все то же самое а что у нас тут не пойму какая-то крышка что-то не прикручивается мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое нихуя не понял ну очень интересно опять же запоминаю где что стояло это у нас электричество желто зеленое это у нас практически везде используется заземление справа черный слева красный на ТЭН этот у нас температурный такчик серый серый я думаю разницы никакой подписано одинаково здесь минус подписан минус был с правой стороны минус был с правой стороны минус был с правой стороны вот это не знаю что у нас какой-то у нас датчик чего-то и кого-то что-то у нас идет вместе с ТЭНом она уже на нем стоит надо снять все аккуратно потому что скорее всего я это буду все ставить обратно ну уж не так уж и легко потихонечку пошла пошла наша родимая резиночка с одной стороны пошла теперь меня не хочет заставить пойти в другой стороны вот она вот она вышка немного изучив заднюю крышечку я увидел вот здесь крючочек то есть он одевается сюда если я сейчас сниму заднюю крышку то он в этой крючочке будет вот так вот висеть значит мы отсоединяем нижнюю часть для начала а верхняя пойдет потом ну в общем решил применять физическую силу потихонечку механическим способом другого варианта я не нашел снизу вот это у нас как идет как упор подцепляем вот так вот полноточку и потихонечку начинаем термин вроде сдвиг пошел все и чувствую что бак начал отделяться все ну вот в принципе все решение проблемы решение проблемы решение проблемы так 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 датчик просто путем выдавливания просто выдавливается ну как то так вот у нас здесь стоит вот у нас здесь сарник сейчас мы все обследуем не пойму когда здесь все очень непонятно делаем я намазал немножко герметику теперь мы вот так вот его размажем где у нас будет уплотнительная резиночка стоять ну я это делаю чтобы избежать утечки воды при сборке баки при сборке бака потому что при вторичной разборке скажем в этом случае я бы воспользовался эту я делаю с другой стороны я делаю то же самое с обратной стороны бака я тоже рассиликонивая находим вот здесь такой вот крючочек сверху этим крючочком мы должны зацепиться вот здесь за верхнюю часть специальная такая прорезь куда мы должны зацепиться зацепить аппарат нельзя потому что мы его отломим пришлось стиралочку положить потому что на лицу тяжеловато этим заниматься и вот сейчас я положил крышку на бак и начал потихонечку доставать резинку который придавил крышку пришлось стиралочку положить потому что на лицу тяжеловато этим заниматься намазываем герметиком сюда датчик нельзя намазывать только по краям ее будут прижигать резиночки опять же все это дело потому что стиралочка ну скажем так старенькая резиночки еще хорошие но для лучшего уплотнения мы лучше засунем мы потрудились над восстановлением стиральной машинки это болячки которые у всех стиральных машинах самое больное место это все что первое выходит из строя дальше выходит электроника но электроника это уже сложно я за нее не возьмусь потому что тут нужно разбираться немножко в платах в микросхемах а вот все остальное у нас попозже полторы тысячи идеально рабочая стиральная машинка которая еще отработает ну лет пять и это точно на новеньких подшипниках если не подведет из моего личного опыта старые стиральные машинки Bosch Zanussi ну естественно Ardo они все ремонтируются мне больше всего нравятся Bosch и Zanussi это Ardo ну прям просто простая машинка просто ну не знаю а Zanussi немного ну как то она мне больше нравится я ее люблю разбирать удобно снимается крышка полу стиралки разобрана добраться почти удобно VK7 узлом агрегатом потому что я уже несколько машинок сделал поэтому она мне понравилась Bosch тоже хорошая машинка я смотрел разбирал свою машинку делал маленькое ТО там менял двигатель там смотрел на нее тоже машинку в хорошем состоянии поэтому ребята рекомендую Рекомендую. Гоустенький. Это хорошо. Гоустенький. Это хорошо. Мотор. Гоустенький. Это хорошо. Гоустенький. Гоустенький. Это хорошо. Гоустенький. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok